После Первой мировой войны в 1918 году рухнули четыре мировые империи – германская, австро-венгерская, российская и османская. В результате падения австро-венгерской и османской империй на карте мира образовалось несколько десятков новых государств. Многие из них ранее входили в состав этих империй, а другие народы получили независимость впервые. Жизнь продолжалась. Падение и последующее возрождение Российской империи имело для всего мира далеко идущие последствия. На большей части ее территории образовалась новая держава – СССР, занимавшая одну шестую часть суши. Что представляло собой вновь образовавшееся государство? Характерной особенностью СССР было удовлетворение значительной части нужд народа через громадные фонды общественного потребления. Этими фондами системно обеспечивались народное здравоохранение, народное просвещение, теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение, обеспечение населения, пусть далеко не комфортным, но жильем. Тепло и освещение в получаемых людьми после зачастую многолетних ожиданий квартирах были такой же их неотъемлемой частью, как воздух в них. Целенаправленно и систематически формировалась идеология справедливости. Литература, как художественная, так и публицистика, театр, кино, школа, детские сады, газеты и журналы – все было заточено для достижения поставленных целей. Целенаправленная пропаганда – это не только право, но и обязанность государства. Доведенная до сознания масс идеология стала надежной основой многочисленных достижений СССР. Во времена советской власти в СССР были созданы сотни промышленных предприятий-гигантов. Они создавались в совершенно разных областях экономики – в химической, машиностроительной, металлургической, станкостроительной отраслях, в отдельных отраслях пищевой и легкой промышленности, в энергокомплексе. Еще во время Второй мировой войны, начиная с 1944 года, во всех республиках СССР были созданы Академии наук, которые возглавили научный прогресс во всех областях знаний. Реальным, зримым результатом этого прогресса стал запуск в 1957 году первого искусственного спутника Земли. СССР предлагал альтернативный путь устроения общества и государства. Многие страны мира, особенно недавно освободившиеся от колониального ига, изучали опыт СССР, старались использовать его в своих странах. СССР сломал хребет нацизму с его расистской идеологией и спас мир от нового порядка, который устанавливался фашизмом везде, где ступала его нога. В 60-х годах XX века стержень государства, его идеология, начали расшатываться. Как неизбежное следствие для идиократического государства, стала ухудшаться ситуация в экономике, и в 1991 году СССР прекратил свое существование. Это оказалось катастрофой не только для державы. Это стало катастрофой для значительной части мира. Много десятилетий существовал определенный паритет, баланс сил между возглавлявшим западным мир государством США и его геополитическим противником СССР. Мир был двуполярным, и это придавало ему определенную устойчивость. После распада СССР на дюжину государств, США стали, или точнее почувствовали себя мировым гегемоном. Равновесие перестало существовать, и, как говорится, мир пошел юзом. Проявление этого многие люди ощущают на себе, на своей судьбе, а другие знают об этом по сообщениям средств массовой информации. СССР как система организации жизни народа и государства пришел на смену Российской империи. Падение Российской империи после Первой мировой войны было предрешено развалом основных устоев государства. Участие в войне, военные неудачи лишь ускорили крах, обозначили временные границы крушения империи. Отдельные недостатки в самых разных областях – в сельском хозяйстве, в промышленности, на транспорте, в армии, в работе правоохранительных органов и представительной власти, в законотворчестве и многих других областях – складывались в систему. Назаревал взрыв. 27 февраля 1917 года в Петрограде вспыхнуло вооруженное восстание. Восставшие в течение одного дня захватили мосты, вокзалы, арсенал. Штурмом были взяты здания окружного суда и дома предварительного заключения. За день до этого председатель Государственной думы Радзянко обратился с телеграммой в адрес Николая II, находившегося в ставке главного командования. Он просил его создать новое правительство, которое пользовалось бы доверием народа. Однако Николай II проигнорировал это сообщение. В результате уже на следующий день Временный комитет Государственной думы принял постановление о создании нового правительства, которое брало на себя всю полноту ответственности за ситуацию в стране. Новое правительство назначило своих комиссаров во все министерства и обратилось к Николаю II с просьбой и предложением об отречении в пользу его сына. После беседы с представителями Временного комитета Государственной думы в ночь со 2 на 3 марта 1917 года Николай II подписал манифест о своем отречении и отречении своего сына Алексея от престола в пользу брата Михаила Александровича. Михаил Романов, в свою очередь, также подписал акт об отречении. Главную роль в отречении Николая II от престола сыграл отказ всех командующих военными округами поддержать его. 2 марта было создано буржуазное временное правительство. Власть формально перешла к временному правительству, но реальная власть была в руках Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В стране установилось двоевластие, а точнее безвластие. Состав временного правительства, равно как и состав Петроградского совета, менялись много раз. Февральская революция, свергнув царизм, не смогла в то же время решить основные общедемократические и общенациональные задачи о мире, о земле, о борьбе с хозяйственной разрухой и голодом и другие. Это и стало внутренней пружиной развития революционного процесса в социалистическом направлении. Назревала новая революция, призванная разрешить эти проблемы. Фундаментальные изменения в политической ситуации состоялись, и падение временного правительства стало закономерным итогом развития этой ситуации. В начале ноября большевики разогнали нелепое, безвластное временное правительство и захватили власть. Инициатором и главным руководителем был Владимир Ильич Ленин. Большую роль сыграл Лев Давидович Троцкий. Его теория перманентной, продолжающейся революции, имела много приверженцев. В результате победы этой практически бескровной революции произошли изменения в положении всех социально-политических сил страны. Пролетариат стал господствующим классом. Изменился характер деятельности партии большевиков. Она стала правящей партией. Одним из первых знаковых действий большевиков стал разгон учредительного собрания в январе 1918 года. Его выборы состоялись летом 1917 года. Однако после Октябрьского переворота состав учредительного собрания не соответствовал политической расстановке сил. Почти половину его депутатов составляли эсеры. Во главе стоял тоже эсер. В принципе, весь разгон заключался в одной фразе начальника охраны, матроса-железняка. «Караул устал». Делегаты разбрелись по всей стране, большинство ушло в политическое небытие, и лишь немногие сохранили политическую активность. В начале антисоветского вооруженного сопротивления идея восстановления учредительного собрания была выдвинута его бывшими членами из эсеров. 8 июня 1918 года в Самаре они провозгласили эсеры меньшевистское правительство, комитет членов учредительного собрания. Однако оно просуществовало недолго. Политические силы, противостоящие большевикам с самого начала, составляли монархические и буржуазные партии, партии либеральной буржуазии, конституционные демократы, эсеры и меньшевики. Отдельный политический лагерь составляли те, кто вместе с большевиками принимали участие в Октябрьском восстании. Это левые эсеры и анархисты. Их борьба с властью большевиков временами перерастала в вооруженную. Анархистские организации, частично поддержавшие большевиков в начальный период их правления, не представляли из себя единого целого, не проводили какой-то систематической политики, и конфликт между ними и организованными большевистским руководством России и структурами был лишь вопросом времени. Отряды анархистов, находившиеся в Москве, были разоружены в апреле 1918 года. Победа революции в Петрограде и Москве обусловила быстрое установление советской власти по всей территории страны. Относительно легко это происходило в крупных промышленных городах, поэтому уже в конце ноября 1917 года советская власть была установлена в 30 крупнейших губернских городах центральной части России. Гораздо тяжелее продвижение советской власти шло в районах, где компактно проживало казачество. Именно туда, на Северный Кавказ, Дон, Южный Урал, бежали генералы и белые офицеры, лидеры монархических и буржуазных партий. Поэтому там советская власть была установлена только в течение 1918 года. Своеобразным образом шло установление советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке. Раньше, чем в других национальных районах, революция победила в Прибалтике и Белоруссии. В более трудной обстановке протекала борьба за советы на Украине, на Кавказе, в Молдавии, Средней Азии, Казахстане. Противоборство здесь затянулось на несколько месяцев, до весны 1918 года. В целом, с 25 октября 1917 года по февраль-март 1918, советская власть была установлена почти по всей территории России. Одновременно с этим в стране осуществлялось строительство нового советского государства. Главным органом исполнительной власти стал Совет народных комиссаров, СНК, включающий только большевиков. В результате переговоров между большевиками и левыми эссерами в декабре 1917 года было достигнуто соглашение о вхождении в состав Совнаркома семи представителей левых эсеров, что составляло треть его состава. Этот правительственный блок был необходим для упрочения советской власти, для привлечения на ее сторону широких крестьянских масс, среди которых левые эсеры пользовались серьезным влиянием. Но уже в марте 1918 года левые эсеры в знак протеста против заключения Брестского мира вышли из Совета народных комиссаров. Однако они оставались в других государственных органах, включая военное ведомство и Всероссийскую чрезвычайную комиссию прессов в Наркоме по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Противоречия между эсерами и большевиками нарастали, что в конечном итоге привело к невозможности дальнейшего сотрудничества двух партий. Выступавшие в качестве временных союзников большевиков во время Октябрьской революции 1917 года, левые эсеры очень быстро осознали, что фактически проводимая политика нового правительства страны расходится с их политическим курсом. 6 июля 1918 года эсер Блюмкин, бывший также сотрудником ЧК, убил немецкого посла в Москве Мирбаха. По мнению эсеров, это должно было спровоцировать разрыв Брестского мирного договора и возобновление войны с Германией. Мятежники арестовали председателя ВЧК Дзержинского, ряд других советских и партийных руководителей. Ночью эсерами были начаты боевые действия. Захвачен центральный телеграф, предпринята попытка перетянуть на свою сторону часть московского гарнизона. Восстание было быстро подавлено частями латышских стрелков, мобилизованными делегатами съезда, рабочим ополчением. Дальнейшие действия левых эсеров и анархистов сводились к попыткам организации очаговых мятежей. Наиболее известным является мятеж в Кронштадте. Мятежи также вспыхнули в Вологде, Ярославле и других городах. Таким образом, большевики остаются единственной правящей партией в стране. Но не единственной партией вообще. Кроме них существуют и другие. Но с осени 1918 года их положение резко ухудшается. Многие самораспускаются. Другие, подвергнувшись репрессиям, уходят в подполье для антисоветской деятельности. Фактически, с 1921 года большевики остаются единственной партией в стране. Советское правительство также приступает к формированию собственных вооруженных сил. Начало им положили декреты о создании рабочей крестьянской Красной Армии и флота. Началом экономических преобразований новой власти стало введение рабочего контроля над производством и распределением продукции. Была проведена национализация всех частных банков и создан Государственный банк республики с его конторами на местах. Одновременно советское правительство аннулировало все внешние государственные займы. Была введена монополия на внешнюю торговлю. На первых порах в промышленности и на транспорте были национализированы крупные казенные и капиталистические предприятия. Проведение национализации всей промышленности предусматривалось в несколько этапов. В основе аграрной политики советской власти лежал декрет о земле. В нем провозглашалась отмена помещичьей собственности на землю без выкупа, она объявлялась общенародным достоянием. В результате в руки крестьян перешло более 150 миллионов гектаров земли. В первые месяцы советской власти явно доминировала идея непосредственного перехода к социализму без предварительного периода, приспособляющего старую экономику к экономике социалистической. Эта идея повлияла на целый ряд практических действий большевиков. Однако уже весной 1918 года начался пересмотр этой политики, в которой уже угадывались контуры будущей новой экономической политики советской власти. Этому способствовала и полученная мирная передышка, которая открывала возможности для восстановления и реорганизации экономики. Значительное внимание советская власть уделяла и преобразованиям в социальной сфере. Был введен восьмичасовой рабочий день, приняты меры по охране труда, страхованию, социальному обеспечению и другие. Были упразднены сословия и гражданские чины. Религия была объявлена частным делом граждан. Женщины уравнивались в правах с мужчинами. Государство приступило к решению задач культурного строительства. Началась работа по ликвидации национального гнета и неравенства. Советское правительство признало государственную самостоятельность Финляндии, Украины, Польши, народов Прибалтики. Финляндия и Польша отделились от России и образовали самостоятельные государства. Однако социально-экономические преобразования в стране протекали в трудных условиях. Весной 1918 года обострилась классовая борьба в деревне в связи с сопротивлением кулачества и значительной части среднего крестьянства, недовольного продовольственной политикой советской власти. Они отказывались продавать государству хлеб по твердым закупочным ценам. Введенная большевистским правительством продовольственная диктатура, создание комитетов бедноты предопределили раскол крестьянства, расширили социальную базу белого движения, создали предпосылки для начала гражданской войны. Советская власть изначально утверждалась на принципах равенства, братства, справедливости. Для большей части населения это были очень приемлемые принципы. Но были и те, у кого советская власть отнимала привилегии, деньги, доходы. Так или иначе, классовые взаимоотношения в обществе очень быстро дошли до той точки, за которой началась гражданская война. В этой войне трудно было отделить воюющих от невоюющих. Так или иначе, в гражданскую войну было вовлечено все население страны. Тотчас после свержения Временного правительства, российские помещики и буржуазия, часть офицерского корпуса и генералитета бывшей царской армии, различные политические партии предпринимали лихорадочные усилия, чтобы уничтожить власть большевиков. Советская власть в короткий срок отбила первый вооруженный натиск своих противников и к марту 1918 года утвердилась на большей части территории страны. Полный разгром российской контрреволюции не потребовал бы от Республики Советов тех огромных жертв, о которых мы знаем из истории, если бы не прямое вмешательство в противоборство внутренних сил, силы внешней. Началась интервенция. 6 марта 1918 года в Мурманске был высажен первый десант морской пехоты. Спустя короткое время туда же с десантами прибыли французские и американские крейсеры. В апреле 1918 года высадкой отрядов японской и английской морской пехоты в Владивостоке был создан плацдарм Антанты на советском Дальнем Востоке. Несколько позже там появились французские и американские войсковые части. В июле английские экспедиционные подразделения вторглись из Ирана в Закаспийскую область, а в начале августа 1918 года в Баку. В конце ноября 1918 года объединенная англо-французская эскадра появилась у Черноморских берегов России. В Батуми и Новороссийске высадились английские десанты, в Одессе и Севастополе – французские. Интервенты широко пользовались золотым запасом России, который был захвачен в Казани, ненадолго установившейся властью меньшевиков и СССР. По неуточненным данным, он равнялся 40 тысячам пудов золота и платины. В обеспечение поставок и займов американским, английским, французским и японским империалистам было передано около 9 тысяч пудов золота в монетах и слитках. К внешней агрессии добавился очаг вооруженной борьбы и внутри, в глубине страны. 25 мая 1918 года вспыхнул вооруженный мятеж Чехословацкого корпуса. Он насчитывал 45 тысяч штыков. Чехословакам при помощи местных контрреволюционных сил удалось свергнуть советскую власть. Тут же по всей стране следом за ними голову подняло кулачество, и начались повальные вооруженные восстания. Военно-политическое положение пролетарского государства резко обострилось. К исходу лета уже три четверти его территории находилось в руках белогвардейцев и интервентов. Все очевиднее становилась необходимость массовой, а главное регулярной, строго дисциплинированной армии. Переход к ее формированию начался с конца мая 1918 года, а осенью 1920 года Красная армия насчитывала 5,5 миллионов человек. С июня 1918 года стала проводиться мобилизация военных специалистов, без которых невозможно было создать современную регулярную армию. К середине 1920 года в советских вооруженных силах служило уже около 50 тысяч бывших офицеров и генералов старой армии, из них 9 тысяч вступило туда добровольно, а также свыше 50 тысяч военных чиновников и медиков. Экономическое положение республики было исключительным по своей тяжести. К осени 1918 года в руках интервентов и белогвардейцев находились районы, которые до войны давали от 75 до 90% железной руды, угля, чугуна и стали, почти всю нефть, большую часть продовольствия. Республика лишилась и 3,5 тысяч заводов из 5400, выполнявших ранее военные заказы. В подобных условиях выход был один – сконцентрировать все имеющиеся материалы и трудовые ресурсы в руках пролетарского государства для наиболее эффективного использования их в интересах обороны. С этой целью в жизнь был проведен ряд чрезвычайных, вынужденных войной мер, позднее объединенных названием политики военного коммунизма. В сентябре-ноябре 1918 года Красная Армия освободила Казань, Симбирск, Самару и Жевск. Это были первые крупные победы советского оружия в гражданской войне. 18 ноября 1918 года в Сибири к власти пришел адмирал Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России. На юге генерал Деникин создал так называемые Вооруженные Силы Юга России. На северо-западе опять же с января 1919 года и при помощи представителей Антанты начал сколачивать действовавшие там белогвардейские формирования в единую регулярную армию генерал Юденич. В марте 1919 года с востока начинает наступление 300-тысячная, хорошо вооруженная армия Колчака. Колчак намеревался соединиться с добровольческой армией Деникина и совместно ударить по Москве. В ответ на это Красная Армия усилиями своего Южного фронта наносит поражение добровольческой армии под Орлом и Воронежем. Деникинцы бегут, их остатки прячутся в Крыму. Командование над ними принимает барон Врангель. В результате событий весны 1919 и весны 1920 года стратегическая инициатива переходит Красной Армии. В руках у Антанты остаются только силы польской армии и остатки армии Врангеля в Крыму. Война Польши против Советской России продолжалась с апреля по октябрь 1920 года и завершилась подписанием в марте 1921 года мирного договора на условиях, выгодных для России. А за несколько месяцев до того Красные войска покончили с Врангелем. 16 ноября 1920 года последний корабль по трехцветным флагам бывшей Российской империи покинул Керченскую бухту, увозя на чужбину остатки разбитых врангелевских войск. В европейской части России с освобождением Крыма был ликвидирован последний Белый фронт. И хотя в ряде районов страны, преимущественно на Дальнем Востоке, еще до осени 1922 года тлели ее отдельные очаги, молодое пролетарское государство уверенно вступило в полосу мирного развития. В чем же причины победы большевиков в войне? Что дало силы измученной и обескровленной, осажденной со всех сторон Рабоче-крестьянской республики, устоять под мощным натиском врага, во много раз превосходившего ее по своему военному и экономическому потенциалу? Начавшийся осенью 1918 года переход многомиллионных непролетарских слоев трудящихся, в основном крестьянства, к поддержке советской власти, завершился в основном к весне следующего года. Этот прочный классовый союз, сложившийся к началу решающих битв на фронтах гражданской войны, явился главной внутренней причиной ее победоносного завершения. Именно он дал возможность диктатуре пролетариата собрать пятимиллионную боеспособную армию, в своем большинстве крестьянскую, обеспечил в войне надежный тыл. Рабочий класс выиграл у буржуазии решающую битву, битву за крестьянские резервы. Был еще один важный фактор, способствующий поражению контрреволюции в гражданской войне. Рядовые военнослужащие антантовских контингентов начали в массовом порядке отказываться от участия в борьбе с Красной Армией. Дело дошло до их революционных выступлений против интервенции, открытых восстаний. Смертельно опасаясь полной большевизации своих войск, Верховный Совет Антанты был вынужден в апреле 1919 года приступить к их срочной эвакуации. Советская власть отвоевала у Антанты ее собственную армию. Таким образом, в гражданской войне воевали не столько армии, сколько и идеи, и тем самым победа Советской России была предрешена. По мере завершения гражданской войны возникла необходимость конституционного урегулирования отношений между советскими республиками – РСФСР, Украиной, Белоруссией, Закавказской Федерацией, в которую в 1922 году объединились Азербайджан, Грузия, Армения. Существовали также Дальневосточная республика со столицей в Чите и две Среднеазиатские народные республики – Хорезмская и Бухарская. В 1920-22 годах все советские республики подписали с РСФСР и между собой двусторонние соглашения, которые определяли взаимоотношения между ними. В 1922 году Ленин выступает с предложением о создании Союза Советских Республик Европы и Азии. Впоследствии название было заменено на СССР. Равенство, взаимопонимание, братство – вот то, что должно было лежать в основе межнациональных отношений в этом государстве. 30 декабря 1922 года «Декларация о создании СССР» была подписана. Государства делегировали часть своих полномочий федеральному центру, в частности, в области внешней политики, внешней торговли, обороны, средств связи и коммуникаций. Главным органом СССР был назначен Всесоюзный съезд Советов. В промежутках между его работой был назначен ЦИК СССР. Вскоре было создано первое правительство – Совнарком во главе с Владимиром Лениным. Формально новое государство создавалось как федерация суверенных республик с сохранением права свободного выхода и открытым доступом в нее. Однако механизм свободного выхода не предусматривался. В январе 1924 года принимается первая Конституция СССР. В ней устанавливается единое союзное гражданство. Гражданин каждой республики являлся гражданином СССР. В 1924-1925 годах на основе этой Конституции были приняты Конституции союзных республик. В 1920-30-е годы число союзных республик в составе СССР увеличивается. После проведения в 1924-1925 годах национально-государственного размежевания Советских республик Средней Азии в состав СССР в независимом качестве вошли Узбекская и Туркменская республики. Казахстан и Киргизия получают статус автономных республик в рамках РСФСР, а Таджикская автономная республика становится частью Узбекской ССР. Поскольку до этого не было четких границ проживания различных среднеазиатских этносов, границы новых республик устанавливались в значительной их части произвольно. Последствия этого сказались еще при СССР, а после развала страны и образования нескольких среднеазиатских государств они стали просто катастрофичными. Некоторые народы в прямом смысле оказались по разные стороны границы. Например, осетины частично в РСФСР, частично в Грузии. Значительная часть узбеков оказалась в Ожской области Киргизии. Их недовольство угнетением со стороны киргизов долго тлело и выплеснулось в 2010 году в виде кровопролитных столкновений разных этнических групп. В 1921 году произвольным решением Кавказского бюро ВКПВ в состав Азербайджана были включены населенные почти исключительно армянами Нахичеванская область и Карабах. При том, что Нахичеванская область даже не имела общей границы с Азербайджаном. Армянское население Нахичеванской области было различными путями ликвидировано, а Карабах после многолетней, успешно проведенной с Азербайджаном войны, сумел отстоять свое существование и ныне является непризнанным государством Нагорно-Карабахской республикой. Абхазия вошла в СССР в качестве союзной республики, но в 1930 году статус республики был понижен, она вошла в состав Грузии в качестве автономной республики. Это тоже в дальнейшем, уже в новое время, вызвало кровопролитие. Абхазия объявила о своей независимости, а Грузия развернула широкомасштабные военные действия против непокорной автономии, но проиграла войну. Таким образом, при образовании СССР были заложены мины замедленного действия. Объединение народов бывшей царской России после окончания гражданской войны было вызвано необходимостью совместного выживания сходных политических режимов в условиях враждебного внешнего окружения. Оно не было только навязанным руководителями большевистской партии шагом. Для объединения народов России в единое государство существовали объективные предпосылки, имеющие глубокие исторические, экономические, политические и культурные причины. 185 наций и народности, проживающих на территории бывшей Российской империи, связывали общность исторических судеб, единая хозяйственная система, веками складывающееся разделение труда, общероссийский рынок, тесные культурные контакты и многое другое. Внутренняя политика советского государства, проводившаяся в 1918-21 годах, и условия гражданской войны называлась военным коммунизмом. Ее характерными чертами были крайняя централизация управления экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности, государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства. Жестко, с использованием военной силы, проводилась продразверстка, насильственный отъем значительной части продуктов у крестьян. Была запрещена частная торговля, сворачивались товарно-денежные отношения, осуществлялось уравнительство в распределении материальных благ, практиковалась милитаризация труда через создание трудармии. В 1920 году гражданская война близилась к завершению. Красная армия побеждала практически на всех направлениях. Однако в стране разразился сильнейший политический и экономический кризис. Во время гражданской войны действовала система продразверстки. Крестьянство, которое не желало возвращения предыдущих порядков, готово было его поддержать. Однако в мирное время никто не понимал, почему надо бесплатно отдавать продовольствие и лошадей. Это вызвало ужесточение действий заготовительных отрядов и, как следствие, вооруженное сопротивление крестьянства. К концу 1920 года в стране полыхало более 50 вооруженных крестьянских восстаний. Причем принимали участие в ней не только крестьяне, но и рабочие. Таким образом, хозяйственная разруха и рост недовольства в стране становятся главными причинами, побудившими большевиков отказаться от политики военного коммунизма и перейти к новой экономической политике – к НЭПу. Следовало прежде всего заинтересовать крестьянина в расширении производства сельскохозяйственной продукции. Было принято решение о замене продразверстки продналогом. Налог объявлялся заранее и составлял 5% от всего урожая. Переход к продналогу позволил крестьянам планировать свое хозяйство и самостоятельно распоряжаться излишками сельскохозяйственных продуктов. Это, в свою очередь, требовало восстановления рынка и товароденежных отношений, что стало одной из основных черт НЭПа. У молодой Советской Республики не было средств, чтобы восстановить разрушенное войной хозяйство. Поэтому в 1921 году был издан декрет о частичной денационализации мелкой промышленности. В сельской местности частный сектор составляли зажиточные хозяйства, использующие наемный труд. К 1927 году доля таких хозяйств в общей численности крестьянских дворов составляла 3,5%. Противоречивость новой экономической политики состояла в несоответствии экономических и политических преобразований. К концу 20-х годов НЭП исчерпала свои созидательные возможности и была свернута. Новая экономическая политика оживила хозяйственную деятельность в стране. Благосостояние многих людей ощутимо улучшилось. Земля возделывалась. Появились и заработали многие мелкие и мельчайшие предприятия, в основном перерабатывающие сельскохозяйственное сырье и торговые. Но это благосостояние было иллюзорным, под ним не было основы. Основная масса производимого крестьянами хлеба потреблялась в самих крестьянских хозяйствах. Крестьянское хозяйство было самым примитивным. Земля вспахивалась при помощи лошадей, реже быков, и удобрялась продуцируемым ими же навозом. Культурное помечичье землепользование было разрушено. Кроме того, размывались и идеологические основы государства. Те основы, благодаря которым удалось выстоять в гражданской войне и противостоять иностранной интервенции. Сталин считал, что надо что-то делать, решать одновременно экономические и политические проблемы. В тот момент все руководство государством было фактически поделено на две группы. С одной стороны старые большевики, которые работали еще с Лениным. С другой стороны новые государственники, которые сплотились вокруг Сталина. Старые большевики были профессиональными революционерами. Их основной задачей был экспорт революции за пределы России. Государственники и Сталин считали, что в сложившейся ситуации, когда страна была в полной разрухе, надо было сконцентрироваться на создании экономики, на строительстве государства. К концу 20-х годов политика Сталина победила. И он начал две основные программы – коллективизацию в сельском хозяйстве и индустриализацию в промышленности. К этому времени был уже известен опыт кибуцев. Так назывались предприятия по совместной обработке земли, созданные евреями-переселенцами в Палестине. На практически непригодной для ведения сельского хозяйства земле они, благодаря коллективному труду и жесточайшей дисциплине, сумели создать хозяйство, позволяющее им кормиться и даже давать товарную продукцию. Этот опыт тоже был принят во внимание, когда к концу 20-х годов было решено переходить к коллективной форме ведения сельскохозяйственного производства. Как основу для него были приняты колхозы. Предусматривались обязательные поставки продукции государству. Организация колхозов сопровождалась насилием. Зачастую на местах принимались самые нелепые решения. Ведь проводили коллективизацию люди, и то, что сейчас называют «человеческий фактор», выступал во всей своей красе. Резко упал уровень жизни крестьян. Целые области оказались на грани голода. Беспощадно было проведено так называемое «раскулачивание». Кулаков, составлявших около 3% сельского населения, семьями выселяли в необжитые районы Западной Сибири и Северного Казахстана. Многие из них в категории спецпереселенцы вовлекались в строительство важных объектов. Значительная часть из них там погибала. Было ожесточенное сопротивление коллективизации. Были, особенно в казачьих областях, восстания, подавляемые беспощадно. Организация колхозов также преследовала и политическую цель – предотвратить дальнейшее внутреннее разложение советского строя, скатывание в мелкобуржуазную стихию. На очередь стало преодоление катастрофической отсталости в промышленности. Под руководством Сталина и почти полностью контролируемой им коммунистической партии была начата индустриализация страны. Для индустриализации, построения и развития промышленности нужны ресурсы. Страны Европы, в особенности Англия, черпали необходимые ресурсы посредством ограбления народов в своих колониях по всему миру. У СССР колоний не было. Оставалось грабить свой народ. И он был ограблен, поставлен на грань голода. В частности, хлеб вывозился в огромных масштабах, и на вырученное золото покупались станки, технологии, заводы. Строились целые производственные комплексы. СССР умело воспользовался кризисом, разразившимся в мире в конце 20-х – начале 30-х годов. Дешево покупалось заводское оборудование и целые заводы. Например, Горьковский автозавод был куплен у Форда. Нанимались сотни специалистов, которым в докризисные времена СССР не мог бы платить достаточно. Сейчас их нанимали за приемлемые деньги. Всеми крупнейшими стройками руководили европейские и американские инженеры. Они же обучали будущих советских инженеров. В результате титанических усилий власти и работе на износ миллионов полуголодных советских людей за десять лет великой индустриализации было сделано то, на что у других стран ушло лет сто. С августа 1936 по март 1938 года в Москве прошли три крупных открытых судебных процесса. В течение них на скамье подсудимых оказались крупнейшие и виднейшие представители Коммунистической партии и руководства Советского государства. Зиновьев, Каменев, Пятаков, Серебряков, Сокольников, Радек, крупнейший теоретик коммунистической партии Бухарин, сменивший Ленина на посту предсовнаркома Рыков, бывший глава НКВД Егода. Почти все они были расстреляны либо осуждены на длительные сроки заключения. В течение террора в этом знаменитом доме, в котором жили только руководители советского государства, квартиры по нескольку раз сменили своих хозяев. То, что впоследствии было названо репрессиями, представляло собой уничтожение или выведение из обоймы общественной жизни остатков троцкистов и меньшевиков, националистов и оппозиционеров всех мастей. Под каток репрессий попало и очень много невинных людей. Но главное, что был хребет Ленинской гвардии, большевиков, заточенных на революцию, на разрушение. Они не смогли принять установки на созидание и укрепление государства, личной власти Сталина и были сметены. Были уничтожены в зародыши условия для организации антиправительственных заговоров и иных действий. Все это вписывалось в программу подготовки к геополитическим изменениям, которые явственно возревали во всем мире. СССР не оставался в стороне. В соответствии с договором о ненападении заключенным с Третьим рейхом летом 1939 года и секретными приложениями к нему, СССР воссоединил Западную Украину и Западную Белоруссию с советскими Украиной и Белоруссией. Эти западные области были захвачены Польшей у ослабленной гражданской войной России. В 1940 году в соответствии с теми же договоренностями и без противодействия со стороны Англии и Франции, советские войска вошли в Эстонию, Латвию и Литву. В условиях тотальной оккупации было организовано свободное волеизъявление народов этих стран, и они стали советскими республиками, вошли в состав СССР. В 1940 году на базе захваченных у Румынии Бессарабии и Северной Буковины была образована Молдавская ССР. В том же 1940 году с целью отодвинуть государственную границу от Ленинграда была начата война с Финляндией. Война была очень трудной, стоила многих жертв, но закончилась победой СССР. К Советскому Союзу был присоединен Карельский перешеек, граница СССР существенно отодвинулась от Ленинграда. Следует подчеркнуть, что все присоединенные к СССР земли входили в состав Российской империи, и СССР ощутимо расширился, вернув исторически принадлежавшие ему земли. К моменту нападения на СССР Третий Рейх достиг зенита своего могущества. Гитлеру удалось создать современное, мощное государство с хорошо отлаженным государственным аппаратом и сильной карательной машиной. Его армия не знала поражений. Весь немецкий народ был сплочен идеей нацизма. Вся промышленность решала поставленные перед ней задачи. Кроме того, надо признать, что на Третий Рейх работало 90% тогдашних промышленных и людских ресурсов континентальной Европы. В течение четырех дней после нападения на СССР немецкие танковые части продвинулись вглубь до 250 километров, а к 9 июля фактически до 550 километров. Они заняли почти всю Белоруссию и вышли к реке Днепр. Начальный период войны закончился для СССР фактически разгромом. Его вооруженные силы понесли большие потери, главным образом в боевой технике, особенно в авиации и танках. Германская авиация сумела в первые же часы войны уничтожить на аэродромах и в парках большую часть самолетов и танков. Поэтому господство в воздухе осталось за противником. На первый взгляд все шло по плану, разработанному в гитлеровской ставке. Отступающие с тяжелыми боями советские войска попадали в окружение, несли большие потери и фронт откатывался все дальше на восток. За 18 дней противник захватил большую территорию, на которой располагалось 200 складов с горючим, продовольствием, боеприпасами и другим имуществом. 28 советских дивизий были полностью разгромлены, а еще 72 дивизии потеряли свыше половины своего состава. Потери оружия и боевой техники были очень велики. 6 тысяч танков, 9,5 тысяч орудий, около 12 тысяч минометов, не менее 3,5 тысяч самолетов. В день нападения фашистской Германии на СССР, 22 июня, было принято решение о военном положении, согласно которому в районах страны, где оно объявлялось, все функции государственной власти в отношении обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности передавались военным властям. В тот же день был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военно обязанных 1905-1918 годов рождения. Первым днем мобилизации объявлялось 23 июня, что позволяло сразу же дать необходимое пополнение тем дивизиям, в которых был некомплект в личном составе, и довести их численность до штатов военного времени, а также давало возможность начать формирование новых военных соединений, необходимых для усиления действующей армии. В первые дни войны был создан Чрезвычайный орган управления страной, Государственный комитет обороны, ГКО, под председательством Сталина. В ГКО сосредотачивалась вся полнота власти в государстве, причем все государственные органы, все граждане и организации, были обязаны беспрекословно выполнять все его решения и распоряжения. Первые же недели и месяцы войны в СССР была проведена уникальная операция. Были демонтированы и отправлены на восток десятки, сотни промышленных предприятий. Там прямо с колес они начинали производить новую продукцию для нужд фронта. Все, что можно было эвакуировать, продовольствие, станки, запасы, все увозилось, все, что невозможно было увезти, уничтожалось на месте. В первые же недели войны были созданы в большом объеме ополченческие соединения. 4 июля Государственный комитет обороны принял постановление, которое определяло порядок формирования таких дивизий. Их было создано в общей сложности 25. На фронте они несли колоссальные потери, но, тем не менее, многие из них были переформированы в будущем в регулярные части Красной Армии и с победой дошли до Берлина. Существовал еще один вид добровольческих народных формирований – истребительные батальоны, в которые вступило 328 тысяч человек. Почему же нападение, объединенное Гитлером Западной Европы на СССР, повлекло за собой катастрофические потери и отступление войск Красной Армии в 1941-1942 годах? Одна из главных причин случившегося заключается в том, что агрессор оказался более подготовленным к войне. Его экономика была полностью мобилизована. Германия захватила на Западе громадные запасы металла, строительного сырья и вооружения. Гитлеровцы имели преимущество в численности войск. Красная Армия опыта участия в большой войне не имела. Руководители Красной Армии участвовали только в гражданской войне и в сравнительно небольших по своим масштабам локальных военных конфликтах в Испании, на Халхенголе и Хасане, Финляндии. Техническое оснащение Красной Армии уступало немецкой. Немецкие самолеты и танки имели радиосвязь и далеко превосходили основную массу советских самолетов и танков по скорости, вооружению и маневренности. Немецкие войска передвигались в основном на автотранспорте и управлялись по радио, тогда как советские войска часто двигались пешком или на конной тяге. Радиостанций у них было мало. Большинство бойцов Красной Армии было вооружено винтовками, а немецкие солдаты — автоматами. Руководители наркомата обороны не всегда могли правильно оценить преимущества представляемых им на рассмотрение новых образцов оружия и принять их на вооружение. Так считалось, что автоматы не имеют никакого значения для ведения современных боевых действий, в результате чего на вооружении Красной Армии по-прежнему оставалась трехлинейная винтовка, правда, модернизированная, образца 1891 года. Не были оценены вовремя боевые возможности реактивного оружия. Лишь в июне 1941 года, уже после нападения на СССР, было принято решение о запуске в серийные производства знаменитых в дальнейшем «Катюш». Руководство страны не имело твердого мнения о новейших советских танках КВ и Т-34. Они, правда, уже были в войсках, но их промышленное производство из-за нерешительности руководства Наркомата обороны задерживалось. По этой же причине сократилось производство пушечной артиллерии, новых пулеметов, мало производилось противотанковых и зенитных орудий. Не были оценены боевые преимущества 45 и 76-мм артиллерийских орудий. Ни один вопрос, касавшийся вопросов вооружения Красной Армии и снабжения ее боевой техникой, не решался без личного согласия Сталина, а это задерживало процесс принятия решений. «Были и многочисленные ошибки, были факты измен и предательства. Однако они не носили решающего характера, не оказывали существенного влияния на ход и характер войны. Решающее значение имело изменение самого характера, боевых действий и отношения народа к нему. С 1942 года война стала отечественной. До этого война была исключительно войной армии, и СССР ее проиграл. После того, как враг захватил огромные территории и показал свое истинное лицо, всем стало понятно, что в случае победы фашистов большое количество населения ждет полное уничтожение». Из приказа Гитлера «Война будет продолжена, если Вермахт на третьем году войны будет полностью обеспечиваться продовольствием из России. При этом, безусловно, десятки миллионов людей в России умрут с голода, если мы заберем все для нас необходимое из страны. Прямое уничтожение населения СССР нецелесообразно экономически и политически. Оно трудно осуществимо и технически. Если лишить это население питания, то сэкономленное продовольствие может быть использовано для питания немецкой армии и немецкого населения. Голод населения должен был стать неотъемлемой частью оккупационной политики. Уничтожение медицинской помощи, возможности отдыха, образования и т.п. устраняют лишнее население гораздо более эффективно, чем прямое уничтожение». Один факт, который может показаться незначительным. Многие из оккупантов, рядовые солдаты и простые офицеры, неплохо относились к населению оккупированных областей. Они могли погладить по головке ребенка, дать ему шоколадку. Но они купались голыми при женщинах, и это не от невоспитанности. Так они фактически показывали, что не считают их людьми. Ведь не стыдно купаться при кошке. Такие факты показывают, что расизм перестал быть теорией и стал образом жизни оккупантов. Положение СССР стало критическим. Нужны были чрезвычайные меры для спасения страны. Важнейшее значение для перелома в ходе войны имел приказ Народного комиссара обороны Союза СССР номер 227 от 28 июля 1942 года. Большая часть текста приказа, примерно две трети, составляет честное описание сложившегося тяжелейшего положения СССР. Остальная часть содержит детализацию путей выхода и сложившейся трагической ситуации. Сущностное содержание приказа – ни шагу назад. Приказ содержит подробные предписания об организации штрафных батальонов для офицеров, штрафных рот для рядовых, а также заградительных отрядов, которые должны были предотвращать отступление воинских частей без приказа. Предусматривалась детальная отчетность о действиях заградотрядов и ответственность их командиров за недиктующиеся обстановкой действия. И перелом в ходе войны произошел. Во второй половине 1942 года были разгромлены немецкие войска, стремящиеся захватить нефтепромыслы Грозного и, перейдя кавказские горы, захватить бакинскую нефть. Окупационные войска стали испытывать топливный голод. К концу 1942 года была закончена подготовка к ликвидации сталинградской группировки врага. Блестяще проведенная операция привела ее к разгрому и сдаче в плен около 300 тысяч солдат и офицеров во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Летом 1943 года произошло грандиозное сражение под Курском, в котором с обеих сторон участвовало около 6 тысяч танков. После этого Красная Армия пошла на восток. Были освобождены десятки городов, вся захваченная врагом территория. В 1944 году наступление Красной Армии продолжалось уже в Европе. 8 мая 1945 года была подписана безоговорочная капитуляция всех войск немцев и их союзников. 9 августа 1945 года СССР, выполняя свои союзнические обязательства, вступил в войну с Японией и менее чем за месяц разгромил ее крупнейшие сухопутные силы. Вторая мировая война закончилась. Одним из ее важнейших результатов стало превращение СССР в мировую державу. В Европе образовалась группа социалистических государств, объединенных в организацию Варшавского договора, в Варшавский блок. К нему примыкала очень большая группа так называемых неприсоединившихся стран, включавшие Индию, Индонезию и многие страны Африки. Социалистической стала Куба. Многие страны Центральной и Южной Америки с интересом изучали опыт СССР. Восстановление народного хозяйства и частичная его перестройка на мирный лад начались с лета 1943 года, сначала массовое изгнание фашистов с оккупированных территорий страны. Окупанты разграбили, разрушили и сожгли на территории СССР 1700 городов, более 70 тысяч сел и деревень лишили крова 25 миллионов человек. Было выведено из строя около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 13 тысяч железнодорожных мостов, 16 тысяч паровозов, свыше 400 тысяч вагонов. Фашисты похитили 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 47 миллионов овец, коз, свиней. За годы войны сельское хозяйство СССР лишилось 7 миллионов лошадей, 137 тысяч тракторов и многого другого. Пятилетний план развития экономики СССР в послевоенные 46-50-е годы предусматривал ускоренные темпы восстановления экономики. Уже к 1948 году она должна была достигнуть своего довоенного уровня, а к 1950 году должна была превысить его на 48%. Важную роль в этом играли людские ресурсы. Уже в 1945 году в страну вернулись 5 миллионов человек, насильственно угнанных в Германию для принудительных работ, и 2,5 миллиона военнопленных. Все они сперва попали в фильтрационные лагеря, а затем часть из них вернулась к реальной нормальной жизни, а часть отправилась дальше в колонии и тюрьмы. В декабре 1947 года была отменена карточная система распределения продуктов питания и предметов широкого потребления. В госторговле ежегодно в апреле снижались цены. Тяжелое положение после войны было и с жилищным фондом, восстановление и строительство которого велось одновременно и совместно с промышленным строительством. Многие жили в подвалах, а основная часть населения в коммунальных квартирах. Весной 1953 года Сталин умер. После смерти Сталина к власти пришел триумвират партийных начальников Маленков, Берия и Молотов. Они правили в течение ближайших шести месяцев. В конечном итоге их всех обыграл Хрущев и до 1964 года оставался у власти единолично. Самым значительным событием в годы правления Хрущева был 20-й съезд КПСС. Главной целью съезда было развенчание культа личности Сталина. Цель была достигнута, и это возымело далеко идущие последствия для СССР. Результатом дискредитации Сталина стало начало расшатывания идеологических установок страны, что в конечном счете привело к перестройке и краху СССР. Еще при жизни Сталина в СССР начали разрабатываться атомные и ядерные бомбы, и вскоре они были готовы. Их появление в СССР привело к началу большого и еще не закончившегося периода мировой истории – Холодной войне. Первой ласточкой стало создание весной 1949 года Организации Североатлантического договора – НАТО. Это был крупнейший в мире военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. СССР ответил на это объединением находящихся под его влиянием стран Восточной Европы в Организацию Варшавского договора – ОВД – военного блока, призванного противостоять НАТО. В мире был и блок невоенного характера. Это движение неприсоединившихся стран. В него входили многие страны – Индия, Бирма, другие страны Азии и Африки. За усиление влияния на них боролись и НАТО, и ОВД. Страны Азии, Африки, Центральной и Южной Америк внимательно следили за успехами СССР. Их привлекала альтернатива капиталистическому способу мироустройства. Серьезным продвижением СССР на мировой арене была победа Кастро на Кубе. Куба без колебаний приняла социалистический образ жизни и верна ему по сей день. Ключевым эпизодом холодной войны было поставившее мир на грань ядерной катастрофы противостояние между США и СССР, разместившего на Кубе у самых границ США ракеты с ядерным оружием. Несколько дней длились переговоры между Кубой, СССР и США о выводе ракет с территории Кубы. Переговоры, в которых со стороны Советского Союза участвовал выдающийся государственный деятель Анастас Микоян, завершились успешно. Борьба развернулась и на научно-техническом уровне. У СССР в этой области были большие успехи. Именно отсюда стартанул первый искусственный спутник Земли. Именно отсюда взлетел первый космически пилотируемый корабль. Все это стало результатом уникальной системы образования и сети научно-технических центров, которые были развернуты по всей стране. Успехи в научной сфере сильно сказывались на авторитете СССР на международной арене. Однако постоянная помощь социалистическому лагерю, помощь развивающимся странам, участие в гонке вооружений приводили к тому, что все ресурсы страны были практически исчерпаны. Руководство практически не уделяло внимания качеству и образу жизни народа. Это было следствием и результатом Холодной войны. Осенью 1964 года, в результате заговора, оформленного как демократическая процедура, Хрущев был снят со всех занимаемых постов и начал жить как частное лицо. К власти пришел его давний соратник Леонид Брежнев, начавший свою карьеру еще при Сталине. Годы его правления до смерти в 1982 году были годами стабильного развития во всех сферах жизни государства. В 1972-1973 годах был достигнут пик благосостояния советского народа. В эти же годы началась массовая эмиграция евреев в Израиль и США. Это тоже было фактором ослабления СССР. Непонятно, как Брежнева спровоцировали на вмешательство в дела Афганистана, на ввод войск. Война стоила многих жертв и со стороны афганцев, и с нашей стороны, и закончилась бесславным выводом советских войск из Афганистана. Брежнева в качестве временной фигуры сменил больной и практически недееспособной Черненко. Затем власть взял в свои руки видный деятель КПСС, председатель считавшегося всемогущим комитета госбезопасности Юрий Андропов. Он тоже был очень болен. Цели его правления еще не распознаны в полной мере. Главным результатом его правления было фактически назначение своим единственным преемником сравнительно молодого Михаила Горбачева. Весной 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС, начальником СССР, стал Михаил Горбачев. Бывший тракторист, он быстро сделал карьеру по партийной линии и стал первым секретарем в Ставропольском крае. Вскоре его перевели в Москву, и он быстро зашагал по карьерной лестнице уже в Москве. В первые же дни, недели после прихода к власти, Горбачев объявил о перестройке. Он дал краткое определение своей программы – перестройка – это революция. Таким образом, высшее руководство КПСС видело задачу не в постепенном реформировании, а в изменении через слом с разрывом непрерывности. Движущей силой революции, перестройки, стал необычный союз следующих групп. Часть партийно-государственной номенклатуры, часть интеллигенции, проникнутая либеральной и западнической идеологией, криминальные слои, связанные с теневой экономикой. В целом, все эти активные социальные субъекты перестройки получили в результате то, что хотели. Теневики и номенклатура получили собственность и разделили власть, интеллигенции, полные прилавки и свободу выезда за границу, а также гласность. Объявленная гласность была большой программой по разрушению образов, символов и идей, скрепляющих культурное ядро советского общества. Успех этой программы был обеспечен полной блокадой той части интеллигенции, которая взывала к здравому смыслу и полным недопущением общественного диалога реакционное большинство высказаться не могло. Дискредитация символов и образов была проведена на большую историческую глубину, от Георгия Жукова и Зои Космодемьянской через Суворова и Кутузова до Александра Невского. Большой психологический эффект вызвало широкое обсуждение заражения 20 детей с ПИДом в больнице города Элиста в Калмыкии. Этот случай показателен потому, что в то же время в Париже национальная служба переливания крови Франции, скупая по дешевке кровь бездомных и наркоманов, заразила СПИДом 4 тысячи человек. Чистые идеологические задачи выполняло так называемое «экологическое движение», которое порой доводило читающую публику до стадии психоза. Например, нитратный бум с созданием абсурдных страхов перед морковью и капустой. В республиках проблемам окружающей среды придавалось национальное значение. Например, движение за закрытие Ингалинской и Армянской АЭС, уникального предприятия по производству синтетического каучука в Армении и других закрытий. По завершении перестройки экологическое движение было распущено, закрытое было Армянское АЭС, снова запущено, тем самым ликвидировав энергетический голод в Республике Армения. В 1987-1989 годах произошел крах финансовой системы СССР. Была отменена монополия внешней торговли. Через закон о государственном предприятии был вскрыт контур безналичных денег, было разрешено их неконтролируемое превращение в наличные. Это был первый шаг приватизации, разрушению банковской системы СССР. Затем было последовательно осуществлено разрушение других систем. Перестройка завершилась глубокими изменениями политической системы, общественно-экономического строя, национальных отношений, образа жизни и культуры всех граждан и народов СССР. Но были и другие катастрофические последствия перестройки, начиная с расстрела парламента в Москве, кровавой бойни в Оше, кровавой войны в Приднестровье, попытки независимой Грузии уничтожить часть своего населения, Осетин и Абхаз, кровавой бойни в Сумгаите и в Баку, борьбы карабахского народа многолетней за освобождение и независимость от Азербайджана. Это лишь немногие отрицательные последствия перестройки. Положительных, к сожалению, не видно. Более 20 лет прошло с момента ее завершения. За такой период многие государства, после Второй мировой войны, лежавшие в руинах, смогли полностью восстановиться и превзойти свой довоенный потенциал. Япония, Германия, Советский Союз. Новые государства, образовавшиеся на месте Советского Союза, до сих пор проедают его былое величие. Что дальше? Советский Союз Союз нерушимый республик свободный Сплотила навеки великая Русь, Да здравствует созданной коней народа Единый, могучий Советский Союз. Ставься, Отечество, Наши свободные. Дружбы народа, Веры. Союз нерушимый республик свободный Союз нерушимый республик свободный Пустилия. Нес